Продолжение следует... Не пить вина, не есть мясо в этот день И священнюю руку нельзя целовать, когда кресту подходить после причастия Да, и руку нельзя почему-то целовать Как будто в этот момент случится что-то ужасное или страшное Но ведь человек принимает запивку И кушает освященный хлебушек Называется просфора и артас И после этого уже он может и обниматься, и целоваться с кем ему захочется Те люди, которые приходят в храм впервые Они очень зависят от чужого мнения И поэтому, сталкиваясь с бабушкой какой-нибудь Или благочестивой прихожанкой Они воспринимают все на веру Им кажется, что если они что-то сделают не так Не так повернутся, не так поставят свечку Неправильно приложатся к иконе То считай, что зря сходило Поэтому, наверное, вот такое народное богословие Оно является не библейским, не церковным учением А просто лишь такой попыткой Не совсем благочестивой Но с добрыми намерениями Рассказать о благочестии постороннему человеку А какие корни вообще имеет вот эта практика? Почему нельзя целовать? Это плохо, что ли? А сверняешься чем-то? Ты на язычников намекаешь, да? Или на евреев? На евреев На евреев, да Были, существовали древние законы о чистоте Но апостольский собор в Иерусалиме Он сказал, что нельзя Не нужно христианам Не обязательно даже Соблюдать эти иудейские правила Потому что Христос уже все для нас сделал Жертвы они уже силу утратили Потому что принесена самая главная жертва Бог сошел с неба И мы теперь имеем очищение его кровью Поэтому, если ты подошел к чаше Причастился и очистился И после этого принял запивку Твои уста омылись То нет никакой опасности в том Если ты вдруг поцелуприложишься к иконе Или обнимешь своего ребенка Например, или захочешь взять благословение у батюшки А вдруг какой-то кусочек останется И он останется на иконе Или на руке священия? Ну, поэтому и существует запивка Ну, а так сам человек, конечно, должен следить за собой То есть, когда он причащается Он должен сам проверить себя самого Это не означает, что нужно брать зеркало Там как-то и рассматривать свой рот Или телефон Да Это говорит просто о том Что нужно убедиться в том Что ты все потребил Каждый батюшка, он тоже так делает после причастия Ему приходится гораздо больше потреблять Он целую чашу потребляет с дарами Поэтому, я думаю, верующий человек Он должен отнестись к этому с ответственностью И все А в тему тоже На колени после причастия вставать можно? Когда ты принял в себя Христа И твоя душа поет от радости То это противоречит самому духу Общение с Христом Это то же самое, как на свадьбе Начать петь со святыми у покоя Или вспоминать вдруг усопших То есть люди радуются И тут в этот момент ты говоришь о смерти Или как на Пасху, например, любят ходить на кладбище Вместо того, чтобы радоваться о воскресении Иисуса Христа Люди идут на кладбище и сами себе омрачают пасхальное настроение И вместо радости о воскресшем Христе Вместо благодатного единства с Ним Человек начинает задумываться о таких вещах Которые скорее не дают ему надежду А наоборот вгоняют его в такое серое, тоскливое, унылое Начало весны Понятно Значит, в отношении причастия нужно наоборот Радоваться, целоваться и обниматься Конечно Поздравлять друг друга Христосоваться И говорить друг другу Христос воскресе Воистину воскресе Субтитры создавал DimaTorzok